Здравствуйте, меня зовут Лёша Халецкий, вы на канале Лёша Играет, и сейчас краткий пересказ событий игры The Walking Dead. Итак, офицер полиции конвоирует нашего протагониста Ли в тюрьму на служебной машине. Обстоятельства, приведшие к такому положению, игроку раскроются чуть позже, но попадает в аварию, налетев на вышедшего на дорогу ходячего мертвеца. Очнувшись после крушения, Ли обнаруживает офицера мёртвым. Пытаясь найти ключи от наручников, Ли обыскивает тело офицера, но тот внезапно пытается укусить Ли. Наш герой сносит ему череп из полицейского дробовика. Всё ещё не понимая, что произошло, Ли ищет помощи в ближайшем доме. Он узнаёт, что в нём живёт маленькая девочка, а также то, что её родители уехали на отдых в саванну, а её саму оставили с няней. Правда, выясняется, что няня уже мертвец. Клементина, так зовут девочку, приходит Ли на помощь, так как на него напала няня. Парочкой мощных ударов Ли проламливает ей череп. Клементина и Ли знакомятся и идут искать помощь, пока не стемнело. В городе Ли и Клементина обнаруживают Шона Грина и Чета, которые отвозят их на ферму Хершела Грина, отца Шона. Там Ли и Клементина знакомятся с семьёй Кенни, его женой Катей и сыном по имени Даг. Хершел Грин обрабатывает рану Ли, которую тот получил при аварии, и разрешает Ли и Клементине переночевать в амбаре. Утром Ли поближе знакомится со всеми. Он узнает, что Катя ветеринар, что Клементина учится в первом классе, а также выясняется, что у Кенни есть лодка, на которой он планирует вместе с женой и сыном сбежать от всей этой суеты. Шон пытается убедить отца укрепить границы фермы, но тот настроен скептически и всё же позволяет Шону начать строить укрепления. Из-за несчастного случая Шон оказывается зажат колесом трактора. Это сын Кенни случайно заводит трактор. Мы пытаемся спасти Шона, но не можем отодвинуть трактор, и Шона кусает мертвец. Разъярённый Хершель обвиняет в смерти сына Кенни, потому что тот не пришёл на помощь, а убежал, и требует, чтобы все убрались прочь с фермы. Ли, Клементина и семья Кенни направляются в городок Мейкон. Там на них нападают мертвецы, но всех спасают выжившие, засевшие в аптеке. Лили, лидер группы, пыталась найти в аптеке нитроглицерин для своего отца Ларри, имеющего проблемы с сердцем. В полуспора Ларри пытается выгнать новых членов группы, аргументируя тем, что Дак был укушен мертвецом. Наш герой заступается за Дака, а у Ларри случается сердечный приступ. Оказывается, аптека, в которой оказались выжившие, принадлежала семье Ли. Один из членов выживших Гленн решает совершить вылазку к ближайшему мотелю за бензином. Там он, Ли и журналист Карли обнаруживают ещё одну выжившую, Ирен, которая не желает идти за ними. Выясняется, что она укушена. Ирен просит пистолет Карли, чтобы убить себя. Наш герой решает дать ей пистолет, и Ирен застреливается. Из уст журналистки Карли мы узнаём, почему Ли был арестован. Оказывается, он убил сенатора, с которым застал свою жену. Пытаясь найти ключи от аптеки, Ли вынужден собственноручно убить реанимированное тело своего брата. Когда же он открывает дверь склада, то активируется сигнализация, на которую собираются все ходячие мертвецы. Выжившие вынуждены покинуть магазин. Прикрывая отступление, Ли спасает Карли, но Дага съедают ожившие трупы. Около самой двери Ларри, для которого мы с таким трудом добыли лекарства, вырубает нашего героя ударом в лицо. Но, к счастью, нам на помощь приходит Кенни, и мы не попадаем в руки живых мертвецов. Выжившие решают засесть в мотеле. Глен возвращается в Атланту к друзьям и семье, несмотря на то, что по радио сказали, что город полностью захвачен мертвецами. Эпизод заканчивается оптимистично, до тех пор, пока не отключается электричество во всем городе. Прошло три месяца с событий первого эпизода. В мотеле почти не осталось еды, все голодают. Лили и Кенни ожесточенно спорят о том, кто должен, в конце концов, возглавить группу. Ли вместе с Марком, присоединившимся к группе ранее, охотятся в лесу. Внезапно они натыкаются на двух студентов и их учителя, который попался в медвежий капкан. Мы спасаем учителя, перерубив при этом его ногу топором, и уносим раненого учителя с собой. Но один из студентов погибает. В мотеле Катя пытается спасти раненого, но тот умирает, а через некоторое время превращается в ходячего мертвеца, хотя его никто не кусал. Выживший студент Бен Пол сообщает страшную новость. Ходячим мертвецом становится каждый после смерти, вне зависимости, кусали его при этом другие мертвецы или нет. Вскоре к мотелю выходят Эндрю и Денни Сен-Джоны, которые предлагают выжившим еду в обмен на топливо. Они также приглашают их на свою ферму, дабы укрепить торговые связи. Ли вместе с частью группы направляется на ферму. Мать братьев, Бренда, приглашает всех на обед. Часть гостей возвращается назад в мотель, чтобы привезти остальных, а Ли и Марк пытаются выяснить, безопасно ли оставаться на новом месте. Ферма окружена электрифицированным забором, который питает генератор. Для него необходимо топливо, которое Сен-Джоны готовы обменять на еду. Обследуя забор, Ли и Марк подвергаются нападению неизвестных. Марк тяжело ранен стрелой в плечо. Бренда отводит его в дом, а Ли вместе с братьями пытаются найти напавших. Ли и Дэнни обнаруживают лагерь, в котором живет сумасшедшая женщина по имени Джолин. У нее похитили дочь, и она угрожает им арбалетом. В перемешку с угрозами она пытается сказать что-то важное насчет фермы, однако ее убивает Дэнни. Близится время ужина, но Ли и Кенни относятся с подозрением к семье Сен-Джонов. Они обнаруживают в сарае комнату, залитую кровью. Позже Ли находит Марка с ампутированными ногами. Его мясо послужило обедом для них всех. Семья Сен-Джонов является семьей каннибалов. Ли вместе с Клементиной, Лилей, Ларри и Кенни оказываются запертыми внутри сарая. Ларри вновь сражает сердечный приступ, и Кенни, панически боясь, что тот сейчас станет ходячим мертвецом, бросает ему на голову блок соли. Ли находит вентиляционное отверстие, через которое Клементина выбирается наружу и открывает дверь. Ли с помощью Лили побеждает Дэнни, который оказывается в одном из капканов, которые братья устанавливали в округе. А Ли убивает Дэнни, проткнув его вилами. Это видит Клементина. Ли направляется в дом, где Бренда держит на мушке Катю. Ли удается хитростью оттеснить ее на второй этаж, где ее кусает Марк, превратившийся в ходячего мертвеца. Остается только Эндрю, который взял в заложники Дака. Расправившись с ним, Ли решает не убивать его, однако мертвецы все равно уничтожают всю семью Сен-Джонов. Покинув ферму, выжившие натыкаются на только что брошенную машину, полную припасов. В ней Ли находит батарейки к фотокамере, которую он нашел в лагере Джолин. Из ее записей становится ясно, что Джолин следила за мотелем, и что напавшие на ферму бандиты в скором времени нападут и на мотель. Прошла неделя с событий второго эпизода. Во время вылазки в Мейкон за припасами, Ли и Кенни видят зараженную девушку, убегающую от зомби. Ли убивает ее, чтобы она не превратилась в ходячую. После возвращения в лагерь выясняется, что Лили выявила кражу припасов, в основном лекарств, содержащих опиум. Ли и навязавшийся в помощники Дак находят несколько знаков, а затем и пакет с пропажей в стене за оградой. Пока Ли показывает находку Лили, в лагерь врываются бандиты. Между ними и группой завязывается перестрелка, на звуки которой спешат мертвецы. Один из них хватает Дака и кусает его. Кенни заводит фургон и увозит всех прочь из мотеля. Во время вынужденной остановки на дороге Лили решает окончательно выяснить, кто вор. Она подозревает Карли и Бена, вытаскивает пистолет и в результате убивает Карли. Все в ужасе от произошедшего, а Ли решает оставить Лили на дороге и уехать без нее. Фургон доезжает до железной дороги, где Путин преграждает грузовой поезд. Объехать его невозможно, но найденная карта подсказывает, что на поезде можно добраться до Саванны. Даку тем временем становится все хуже и хуже. Группе удается запустить поезд, чтобы отправиться в путь. В это же время к ним присоединяется Чак, живший в поезде, потому что они увозят его дом. Поезд трогается, Дак начинает кашлять кровью и приходится сделать остановку, чтобы решить, кто его убьет. Катя вызывается сделать это, но не выдерживает и совершает самоубийство. Тогда Кенни приходится убить собственного сына. Чак убеждает Ли научить Клементину защищаться. Бен признается Ли, что это он воровал припасы. Поезд доезжает до автомобильного моста, с которого прямо над путями свешивается мешающая проехать цистерна с каким-то горючим. На мосте их встречают двое путешественников – дружелюбный Амид и недоверчивая Криста. Ли и Клементина обследуют ближайшую железнодорожную станцию, а затем Амид вместе с Ли отцепляет цистерну. В этот момент к поезду подбирается огромная толпа зомби. Амид неудачно спрыгивает на крышу поезда, повреждая ногу. Ему на помощь бросается Криста, и все успевают забраться в поезд. При подъезде к саванне сломанное радио Клементина оживает, и Лиз Кенни слышит чей-то голос. После прибытия в саванну группа следует по городу. Они проходят мимо колокольни, на которой начинает звонить колокол, привлекая тем самым всех ходячих в округе. Спасаясь от них, группа скрывается в ближайшем доме, но Чак остается сражаться с зомби. В ходе исследования выбранного дома на чердаке Кенни находит мальчика, похожего на Дака, умершего от обезвоживания и ставшего ходячим. Ли застреливает маленького ходячего. В рану Амида попадает инфекция, так что он почти уже не может ходить. Кенни, Ли и втайне последовавшая за ними Клементина отправляются на берег проверить лодки, но не находят ни одной пригодной. Они встречают Молли, девушку-скалолаза, и от нее узнают о том, что произошло в городе. В первые дни выжившие образовали группу Кроуфорд и забаррикадировались в одном из кварталов. Они собрали все оставшиеся в городе припасы, разобрав даже машины, стоявшие на дороге. Но постепенно Кроуфорд начал избавляться от всех, кто не приносил пользу группе – детей, больных и стариков. Из-за случайного выстрела Кенни команде приходится спасаться от зомби. Почти всем удается забраться по пожарной лестнице одного из зданий, но Ли вынужден уходить через канализацию, где он находит труп Чака. За одним из щитов Ли встречает группу выживших, возглавляемую доктором Верноном. По их словам, они сбежали из Кроуфорда. Доктор Вернон помогает Ли вернуться к группе. Клементина в это время забирается в сарай, в котором оказывается прицеп с лодкой, что дает группе надежду. Амииду оказываются нужны антибиотики, а для лодки – топливо и аккумулятор. Группа решает проникнуть на территорию Кроуфорда и забрать нужные вещи. В этом им берется помочь Вернон и Бри, девушка из его группы. Но территория Кроуфорда оказывается наводнена ходячими. Группа разделяется, собирая необходимые припасы. Ходячие преследуют их, и Бен не выдерживает и решает признаться, что это из-за его ошибок группа не раз попадала в неприятности, что провоцирует Соррум. Ворвавшиеся в комнату ходячие убивают Бри, заставляя всех убегать, а не спорить. По пути Бен оказывается на грани жизни и смерти. Он просит Ли отпустить его, и наш герой выполняет эту просьбу. Бен погибает. Уйти удается через крыши. Вернон предлагает отдать Клементину его группе. На следующее утро Ли обнаруживает пропажу Клементины и оказывается укушен зомби. Он просит помощи у Кристы Амида и Кенни. Первые двое соглашаются помочь в поисках Клементины, а вот Кенни отказывается. В логове группы Вернона никого не оказывается. Неизвестный связывается с Ли по радио, утверждая, что Клементина у него. Ли заканчивает разговор с незнакомцем, утверждающим, что исчезновение Клементины – это не похищение, а спасение. После этого в подвал забредают зомби. Ли ищет выход из подвала, но около лифта теряет сознание. Когда он приходит в себя, Кристо предлагает ампутировать ему руку, чтобы хотя бы приостановить превращение входячего. Ли соглашается на ампутацию. Через шахту лифта группа выбирается на крышу госпиталя, а оттуда и на улицу Саванны. Все возвращаются в особняк, где обнаруживают, что группа Вернона избила и заперла Кенни и украла лодку. Внезапно зомби нападают на особняк и выжившие отступают на чердак, где через проломленную стену пробираются в соседний дом, а оттуда – на крыши домов, по которым решают добраться до отеля Марш Хаус, где находится Клементина. По пути по неосторожности Кенни рация падает через дыру в крыше. Кристо прыгает, чтобы достать ее, но обратно выбраться не может. Тогда Кенни бросается ей на выручку, Кристо выбирается, а на Кенни нападают зомби, но неизвестно, погибает он или нет. Ли, Кристо и Амит почти добираются до гостиницы, но при попытке перебраться через улицу по вывеске разделяются. Ли принимает решение спуститься и идти напрямую через толпу зомби. В отеле он встречает похитителя Клементина, оказавшегося владельцем припасов, забранных группой в конце второго эпизода. Он рассказывает, что для его семьи та кража обернулась плачевно и утверждает, что Ли плохой опекун для Клементины. Пока они разговаривают, Клементина тихонько подкрадывается к похитителю. Происходит драка, в конце которой Ли убивает противника. Выяснив, что запах зомби может замаскировать выживших, Ли натирает Клементину кровью мертвеца. На выходе из отеля Клементина видит своих родителей зомби. Ли становится хуже, и он теряет сознание. Клементина с трудом оттаскивает его в хранилище и запирает дверь. Ли объясняет, что он был укушен, и подсказывает Клементине, что делать дальше. Наконец, Клементина убивает Ли, чтобы тот не превратился в ходячего. В финальном ролике после титров подавленная и расстроенная Клементина идет по полю и останавливается, чтобы отдохнуть. Она замечает две фигуры вдалеке и поднимается, не зная, как поступить. На этом игра заканчивается.